Могу вам по секрету сказать, что ведомство, которое занимается экологией, именно агентство, которое бы чистило реки, чистило бы Красный Бор, озеро Простное, у нас его нет. Вы знаете, а у нас президент и премьер, кстати, говорят о приоритетности экологии. И перед выборами нового президента, ведь был Совет Безопасный, о котором, так сказать, Дмитрий Анатольевич Медведев говорил неоднократно о необходимости, важности и приоритетности задачи экологии. Вот только проблема в другом, что у нас экологические инициативы руководителей, президента, премьера, министра, чуть ниже теряются. И вот что делать, чтобы у нас ничего не терялось, это вопрос политиков. Если сегодня депутаты говорят, что это никому не нужно, если сегодня у нас есть другие вопросы, если у нас, извините меня, агентства по экологии нет, а агентства по свободным экономическим зонам есть, и его штат центрального аппарата в 4 раза больше, чем штат Роспроднадзора, значит, наверное, нам игровые зоны нужны, в первую очередь. Действительно, там, где казино, там дымить не будут. И вот здесь наши должны политики что-то сказать. Если есть возможность помочь конкретным людям, которые живут на той или иной территории, для этого нужно сотрудничать с этими партиями, с этими партиями, я никаких проблем здесь не вижу. Я считаю, что должно быть святое это здоровье граждан, и защищаемые конституции интересы граждан, ну а все остальное, это предметы, политика, это предметы договоренности. Исходя из того, что на многие процессы у нас похожие взгляды, у меня были консультации с руководителем «Яблоко». Даже то, что я обратился к коллегам и сделал некоторые предложения, касающиеся некоторых изменений в партии. Если говорить о перспективах «Яблока», то «Яблоко» нуждается в достаточно серьезной перестройке, в серьезном кадровом обновлении, в серьезном политическом обновлении. Но здесь вопрос возникает, насколько нынешние члены, нынешние руководители к этому готовы. Наверное, в этом причина затормаживания процесса. Но хотя бы уйти, не уйти, но хотя бы кому-то можно было бы перейти на вторые позиции. Я не вижу здесь проблем никаких. Если вы думаете о в общем деле, если вы оцениваете, допустим, ту или иную партию, как ООО, которая передается по наследству детям, то тогда не пудрите мозги людям. У нас люди до, так сказать, смертельного одра, то есть человек уже встал где-то на партийной должности, успешная партия, неуспешная, в Думе она, не в Думе, вот пока, так сказать, ее вперед ногами в ЦКБ не вынесут, он там будет сидеть. Нет, я могу сказать, что мне делали предложение осенью, до «Яблока» и коллеги были, скажем так, так люди, которые участвуют в организации «Правого дела». Кстати, Вадим Вольфович Жириновский на праздновании юбилея НТВ у нас, прямо на эту тему даже не в разговоре состоялся, предложил, за что я ему опять же благодарен. Здесь вопрос, мне же не пост нужен, мне результат. Нет, я считаю, что по «Правому делу» почему не получится? Слушайте, я слышал, что еще нет такой партии, давайте подождем, она будет и посмотрим. Только вот по некоторым людям там, я бы хотел поинтересоваться, вот как они могут там на одном поезде, вот такое типа движение с остановками, проехали, так сказать, на одном автобусе по красной линии, потом автобус в пропасть, все сожгли, пересели в новый автобус, ничего не добились, автобус в пропасть, пересели на новый, говорит, мы вот тут вот, мы властители душ. Ну вот, например, там есть абсолютно новые люди, ну тот же Чичваркин, мне, например, вот он красивые русские рубашки одевает, так сказать, вот этот балалайки цветные, ну красиво, если народу понравится, так сказать, и он пойдет за Чичваркиным с балалайкой, ну что ж, значит, у нас такой народ, и надо уважать выбор людей. Так вот, если бы серьезно муниципальные власти, депутаты разных уровней понимали, что перед обществом в том или ином виде состояния окружающей среды придется отвечать, или хотя бы есть люди, которые за это будут спрашивать, или хотя бы ставить вопрос, то, наверное, ситуация бы начала изменяться. Вы посмотрите, во всем цивилизованном мире это происходит, а мы все-таки считаем себя с цивилизованной стороной, мы же не банановая республика, у нас бананы, в общем-то, не растут.